кстати давайте напомню здесь у нас страшные истории люди записали свои страшные истории у нас есть три критерия это качество это трушность насколько история правдивая как нам показалось и оценка чата после каждого видоса мы будем оценивать вместе с вами ребята все это видео все погнали все уже спас я в том числе поехали ванечка добавь просят добавь девочку это как будто бы максимум честно сказать сейчас попробую добавить звуку ну да это макс взял громче немного и все поехали давай сходим в туалет а то мне страшно у нас туалет находится на улице да конечно давай мы выходим из дома а наш дом находится на холме и снизу течет река и моя бабушка просто спускается к этой икея и спускается в воду потом оборачивается нет я как бы с момента когда бабушка подходит к ней говорит пойдем в туалет мне страшно я немного уже осажен был да мне страшно нахуй от самого бабушка подходит и говорит пойдем в туалет ебаный рот бабушка а вот тебе чего бояться ты жизнь прожила ты должна быть счастлива того что там уйдешь и где-то блять тебя кто-то заколит но ими вот она и решила в воду прошла в воду и говорит давай поплаваем так еще необычного нахуй я помню меня бабушка постоянно ночью будет говорит пошли в туалет мне страшно и поплаваем но помню ежедневно такая хуйня была я люба да иди ты таблетки выпила или нет пошли плавать плавали просить а где только не плавали ванну набирает говорит залазь я говорю нахуй это исполняешь 2 бабушка дома пиздец говорит пошли плавать в другое место здесь грязно у нее несколько бабушек или чё не понял скример это бабушка в конце скример да вот это бабушка из небесути ну мужики так сказать и и чат есть какие-то у нас по поводу этой истории оценки вопрос без проблем у меня вопрос начались моменты когда бабушка пока берет мне страшно прям творят ой за качество его ну тройку солидную типа ну как бы камера напротив лица даже у нас 5 баллов правильно да да ну можно было не ставить надо трушность ну как бы бабушка не знаю придуманная как будто бы три поставлю человек ты какие ставишь качество труда 2222 22 22 22 блять за самую историю я нихуя не понял 2 но за то что хоть как-то что-то установила до 332 чат у нас хуйнул коллективную двоечку хорошо спасибо чат преподавателям 22 222 лёх надо должна дуракировала себя в такой роли правильно я говорю в доске и бабушку доски двоих блять такс ну нормальная история разминочная спасибо за такую историю чатка не знает как голосовать их с телефона два раза тапаете по экрану открывается голосование вместе чатом и пробуйте поехали дальше здравствуйте дорогие жюри меня зовут светлана и мне 18 лет я хочу рассказать историю которая произошла с моей мамой что в черном ящике ебать пам-па-па-па-па-па-пам-пам и выносит прикинь а я не понял прикола это ж не вы а потому что я забываю потому что те 14 нахуй это что где когда ваня ёбаный рот или сколько это что где когда ваня не смотрел никогда что никогда максимум поле чудес там друзь есть рублей имей 100 друзей 14 нахуй магазин это было лет на улице было плюс 40 градусов мама шла одна и не подала виду машине которая ехала за ней но вскоре машина прибавила скорость и маме пришлось бежать ебать нихуя себе блин спасибо за скример моей же песни вам облежала по твой трек вот это круто так с круто сами машина все так же ехала волосами так делала медленно ну типа и грудь собрала из я прослушал короче машина ехала за мамой мама шла по плюс 40 градусной жаре и мама не замечала машину и напомню что под эту песню блять либо это просто вставили нахуй и так далее это же ехала за ней мама зацепилась за ветку и потеряла свою обувь возвращаться назад не было смысла ведь тогда мама бы задавила машина все что моя мама помнит это то что машина была белая нахуй смеетесь и водителя там не было то я вспомнил историю что сначала бабушка моей маме 38 лет и никто знает что было бы если бы в там переулке не появился наш сосед который увидел я испуган и кто знает было бы вообще она сейчас жива и было бы сестра у тебя пауки нахуй сейчас опять что-то будет не ничего не было ну типа ну получается я не знаю из поколения в поколение я скажу это та же это та же которая бабушка это же другое это же другое видео александр короче ну типа качество пауки ебать спайдер-мэн и нихуя себе скажу я себе как бы три три с половиной три ладно три дам три дам три хорошо отручность бабушка мама когда как-то придумать тяжело наверное ты из поколения в поколение история лег ты чё говоришь 2222 я так и не был он жесткий как можно было зацепиться за ветку но при этом потерять сапог но если что если бы она вернулась назад я бы задавить между прочим это точно то есть это аналитическая такая машина которая прям ну типа блять по тропинкам каталась то есть туда-сюда она ток нахуй понял каток тупо за ней бежит как ну погоди понял да ты сын чё скажешь 3 2 за паука вообще респектища чат говорит он не настолько как живой как живой 5 новый жесткий чат чат 1 а мочу не 0 а чё вы не сжечь ее нахуй такс от хуси даси хэштег хоррор поехали я хуси даси я участвую в конкурсе хоррора я очень хочу поделиться своей историей потому что у меня за пельмени произошло более двух лет назад ну ваня представься на останови видео представься все представили сидишь блять здравствуйте меня зовут иван все поехали это произошло более двух лет назад но у меня до сих пор опаска заброшенных мест в общем тогда желающего в тик ток хаусе и так мотай на пусть и блять как вообще-то школа так стик только на всех железь должны узнать в таком случае ну скажи всех стик ток хаосов все знают часы до саня пошел телек смотреть можно нам свой хоррор решил показать я не знаю сейчас просто в универе телевизор и делить полезу и оставит на хуй смертно забыл шел в телек смотрит а у меня этот у меня огонь погас блять прикинь стене на так ну ладно в тик ток хаусе заброшенный тик ток хаус какой-то блять тогда если скоро выпуска замки где ранее снимал выпуск дима маслеников мы специально поехали прямо очень поздно ночью в 12 часам и естественно наш продюсеры проверили местность на наличие бомжей там посторонних людей бомжами не угрожала опасность нас было человек 8 не считая продюсеров так человек 12 мы вышли в замок все стик ток хаоса спустя час наверное мы стояли около него час потому что нам казалось что там что-то мигает что-то какие-то звуки но в итоге мы него вошли потому что поняли нас бы не стали запускать замок где есть какие-то бомжи люди там все проверено мы входим туда и первые 30 минут я хожу с ребятами мы искали локацию где можно начать снимать выпуск превью начала и у меня день в принципе сначала не сдался я посрала со всеми ребятами я просто а потом со временем ушла на второй этаж от всех не уже было не стремно потому что я верила что все безопасно я поднялась на второй этаж и чтобы понимали там здание настолько огромное что когда мои ребята разговаривают там не из того типа громкое эхо потому что здание огромное и пустое я ухожу в конец замка с фонариком естественно типа чувство такое как бы кофе в то же время убьют и убьют ребят кто пропустил либо кто не уследил в общем-то это мадам из тик ток хаоса и они пошли с тик ток хаосом 8 человек вместе с продюсерами 12 снимать выпуск заброшенном каком-то здании в котором снимал дима масленников там проверка на бомжей большего ванчик никого не было и вот она там так говорит что было такое эхо что было аж страшно спустя еще 30 минут я перестаю слышать своих ребят вообще но я думаю мол далеко ушла ну ладно возможно из-за этого не слышу потом начала снимать влог типа как дима масленников привет от конец есть и короче я слышу грохот на первом этаже понимаю это грохот и я сначала очень жестко обосралась но потом поняла что вероятнее всего это мои ребята потому что они были не кинулись соответственно они на тренинге скорее всего они там что-то кинули да окей я ухожу еще дальше и перестаю слышать ребят своих вообще тут мне становится стрёмно пока все логично мне остается 10 процентов и тут я оглохла нахуй и все конец сейчас я глухая прикинь и дальше продолжают это еще и мне так стрёмно я типа начинаю звонить ребятам никто из них не отвечать потому что связь была хреновая ни до кого не дозвониться у меня телефон просто вообще в ноль я вырубаю фонарик чтобы телефон окончательно не сел ну кто-то будет звонить и пытаясь найти выход со второго этажа а темно я почти ничего не вижу а там еще лестница такая типа полу обрушена и там вообще очень много выхода вниз и я нашла одну лестницу я начинаю спускаться это лестница в подвал я очень жестко запаниковала мне стало прям очень страшно я типа думаю что мои ребята где-то там и скорее всего не бросили по крайней мере себя так успокаивала но то что я заметила вот типа первый раз когда я заметила эту тень это прям как только я спустилась в подвал я заметил какую-то тень типа мне показалось что мне показалось потому что ну чё за бред тоже дима масленько мне показалось что мне показалось нахуй алиночка алиночка спасибо за чернику ебать ну типа как бы человек в заброшенном здании испугался грохота до 1 2 потом типа не ловила связь и он слышал меньше когда уходил от людей пока все максимально логично как бы и ну выпуск он там никого не нашел скорее всего я себе это все навязала страх плюс какие-то мистовые эмоции но было очень стрёмно я была уже на панике я была в слезах я представляю я поднимаюсь обратно с подвала что понимаю что лестнице не так я врубаю фонарик и уже пофиг на проценты я иду нахожу типа ту дверь с лестницы вниз на первый этаж мы поняли поняли на секунду телефон из 0 говорит разряжен полностью я включаю фонарик уже похуй на проценты говорит но там он будет почти полностью разряжен типа было хотел еще экономить но потом ванчка она сказала в ноль ванчка я ну хоть какую-то хуйню услышал там было состыковки истории до получается хорошо по лестнице и прям передо мной перед выходом обрушивается деревянная дверь 10 процентов направляет санте а чат попрали 10 процентов было извините ребят всем всем и ошибки но быканул на девочку это просто я агрюсь из-за того что она стик ток хаоса а так нормально ничего не сказать ни хуя волосы было видели червяк я думал червяк и вать выскочил она просто падает передо мной выдавила нахуй я вырыгиваю нахер в окно и типа цель какого тебе иметь такой репутационный уверен что когда ты говоришь что все мои ошибки все пишут что дамы ошибки типа вопросов нет поддерживаю просто и замка потому что братва со мной на одной волне я их я их пиздец за это любят они мне все прощают как и я им мы сегодня с другом поискосим завтра обнимаемся блять лёха такой абсолютно вопросов нет я не прощаю кто-то пишет а ты иди нахуй отсюда не из моей стаи ауф верю в эту фигню я не знаю правда либо я сама себе не вязала либо это была реальная история сама себе лизала у меня есть видос в общем это было все у меня просто руки трясутся жестко хватели можно помыться можно помыться можно помыться можно попробовать можно помыться говорит тому биться не а не нахуй ты у нас спрашиваешь как нахуй ты у нас спрашиваешь сама себе лизала можно помыться да иди мойся блять мои люди простые есть вода мойся пользуйся нахуй благами цивилизации благами цивилизации в общем значит так история получается какая была пошли stick to house им снимать заброшки испугались заброшки получился история ну там какая-то якобы тень была какая-то типа страшная насколько я понял история невыдуманная за трушность я поставлю типа 4 вряд ли это можно выдумать качество ну прям дефолт дефолтный но блять что-то как-то долго это прям было пиздец я наверно в качество минусочек это два с половиной дам за качество ланчка шо по друзьям у тебя в титок хаусе почему четверка не ну трушность трушность насколько правдивая история как бы ты думаешь такое можно придумать я понял подвал тени что там но если не но если я понял о чем из то я бы типа наверно сказал бы чтобы ванну сильно растянуто но прям доме я говорю сиям я в качество засунул за растяжение истории воспаленными и вебал что думаете легче думать 33 как качество дни я щать один заказ потому что тут вообще ничего не было просто перед камерой качество в чат тоже не сидит качество в чем но волос упал хес ну ебаный рот тебя не возьмут в тик-ток хаус после этой хуйни ты раздумайся ну блин ну слушай ну да будет обидно конечно но я ничего я потерплю я потерплю я перерываю из тебя вот поэтому 1 1 1 качество 1 история 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 тоже такая но я двойку поставлю за историю да просто потому что там был дмитрий масленников не просто даже интересно он тоже обосрался когда был там базар и у него как-то попроще прошло это базар это же выпрыгнул в окно нахер а потом спросил может помыться опа вот это будет очень страшная история александр то не спросил александр сказал уже был 33 я сказал что в этом историю моей мамы про то как она увидела сатана сатана кто не курсе это правитель ада спасибо сисла это я блять в раю о нифига себе это короче она типа записала как говорит мама ей и вставил это говорит про баба баба и куб сказала что богатого спокойно как-то спать попросилась у бабушки моей переночевать бабушка постелила ей возле оках вот маленький телефон два часа ночи вас не беспокойно стал я от этого проснулась и бабушку начали ходить потому что я в окне увидела И он стоял, прям смотрел на эту бабушку, землянцу. И я бабушку разбереть не могла. И я спряталась под изъяло. Лучше не было так, возле бабушки. А на утро все как всегда, чай попили все мы, никому ничего не говорила. И она пошла домой и умерла. Она умерла, а у меня этот страх и остался. И потом бабушка моя водила меня до бабушки. До одной. И воском поливали. И прям вот копия сатаны. Предановиделся. Нихуя себе. Вот такая вот история. Всем спасибо, всем пока. Бля, а это неплохо, пацаны. Кто умер, я не был бабушкой. Это было прям классно. Короче, типа мама рассказывала, девочка, вот мама вот этой девочке рассказывала историю. Как? Она ходила к какой-то бабке, который выражал на картах. Типа ее положили спать. То есть это от лица мамы истории. Умерла другая бабка. Типа. Она совершенно другая какая-то. Вот. Она у нее типа, бля, это хорошая история. Типа мне понравилась. История классная. История классная. История очень классная. Я за историю дам. У нас не было такого, чтобы кто-то у нас еще рассказывал вот это вот, чтобы прям, ну, от лица, да? То есть говорили историю мамы. Как будто у третьего лица. Да, 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 да. А тут сам человек рассказал. За качество, ну, как бы, какой-никакой монтаж есть, даже скримочок дали мне три с половиной поставлю. Очень поздравил с историей, не могу прям. Лев. Четыре, четыре, пять. Ну, я, да, я качество тоже четверочку, четверочку поставлю. А историю четыре с половиной давай. Четыре с половиной? Четыре, четыре с половиной, да. Угу. Чат у нас, ну, единогласный чат у нас за пятерки топит. Ну, бля, это круто было. Я прям погрузился, честно сказать. Угу. Я прям послушал от и до. Классно, классно, классно. Молодец, крутая работа, Тася Дип. Молодец. Так, поехали. Всем здравствуйте, я Дэм. Я участвую в конкурсе. Расскажу вам... Привет, Дэм. Это Хес. Меня за пельмени, Ваня. Да, привет, привет, Дэм. Да. Летом я ездила к родственникам в гости в другой город. И у них там через дом жила какая-то бабушка. Она была очень странная. Мы когда гуляли, мы уже у наших сестрей гуляли, и она вот их там... Пойдем конфетку там, то пойдем там, мне там что-то покажу тебе, там много куколок и так далее. Вот, когда я это увидел один из там, из родственников... Не Джексон фамилия у бабушки была? Извините. Слушаем дальше. Это что-то снова на каком-то мега старом, бля, я тоже не понимаю, типа... Таня эта хуйня какая-то. Не подходите к этой бабушке вообще. Я говорю, а что такое? Что вот, да, кто, бля, босиком хуячит, сука, после душа, бля, прям по полу? Он говорит... Он говорит... Она, говорит, ну так, ненормальная. Говорит, лучше не надо. Думаю, ладно, хорошо. Ты-г-дык, ты-г-дык, ты-г-дык. Если ты-г-дык, ты-г-дык. Ну, это лама, скорее всего. Ага, вопросов нет. Альпака. Скорее всего, альпаки у нее. Сейчас, я вот с этого момента что-то подзапнулся так. Не подходите к этой бабушке вообще. Ага. Я говорю, а что такое? Он говорит... Она, говорит, ну так, ненормальная. Говорит, лучше не надо. Я думаю, ладно, хорошо, я не буду тогда подходить. Ну, хотя мы там с ней уже к носу-к носу виделись, а... Ну, в общем, я испугалась и думаю, ладно, хорошо, не буду. И вот буквально через несколько дней и приезжает в психбольницу и ее увозит. Я с бабушкой как к носу-к носу, нахуй. Я думаю, что произошло? Она выходит, привет. Как нахуй к носу-к носу? Что же выражаешь? Скорее, на сижу, да, показался у меня немецкий язык левомухи был. Что-то там, зихайся, бляй. Так. Йоу. Ваня, сужба, осторожней. Это я сказала, она зовет, если что, я на людей не висказано. Что-то отмечала, что она всех там проклинает и так далее. Я думаю, ну, наверное, что-то все же от меня умалчивает. Я решила спросить. И вот оказалось, что вот еще год назад у них стали пропадать дети. Там совсем младенцы. Ой, блядь. Кто-то, кому там, что и 7 лет было. Лицо прыгает. Который начали пропадать. И при вскрытии дома этой бабки оказалось, что эта баба расчленяла детей. И, короче, варила из них супы и их ела. Ебать. И вот у меня такой холодок просто пошел по спине, потому что я нос к носу стояла с этим. Сань, как? Покажи еще раз. Вот, смотрите. Вот нос бабушки. И вот она подходит и говорит, бабушка, я тебя хотела. И прям, ну, жестко. А она, подожди, она говорит, подожди, внучка. И достала вот эту хуйню, понял? Говорит, потому что вот в этих протезах застреют дети сваренные, говорит. Ну, очень неудобно. И прям так, на жевца суп пошел нахуй. Да. Вот такая вот история. А этот? Она сейчас съест. Так, подожди, а мы будем? Нихуя, смотри. Ух ты, блядь. Вань, ты бы присмотрелся к девочке. Ну, типа, неплохая. Вот. Я не сховала это. Если она вот так смотрела на бабушку нос к носом, то бабушку, я понимаю, почему она варила детей. Понятно, почему бабушка ее не съела. Ну, блядь, а вот у вас вообще было такое? Бабушка говорит, я ебала. Слышите, пацаны. Я ебала, сколько есть там вкусная точка, говорит. У вас было какое-нибудь такое, что у вас в жизни, блядь, пытался куда-то заманить чел взрослый какой-то? Во дворе там, блядь, или что-то там, машина нахуй? У меня вон Саня заманивал к себе на стриме. Если это считается, то да. Не, просто у меня была такая хуйня, как будто бы, блядь. У меня была школа, прям возле дороги расположена, и очень частенько было такое, что девчонки, которые выходили со школы, их пытались, типа, чуваки в машинах куда-то увезтили, что-то сделать. И даже был какой-то случай. Ну, это в Омске я жил, там, как бы... А, нет, так, ну, в плане съема, типа, эй, садись, ну, типа, красавица, мы тебя повезем. Да даже в плане заманухи, я помню, футбольным мячом даже что-то пытался уменьшить. Ну, в плане, типа, мужика... Ты, подожди, ты говоришь, взрослый мужчина, ребенка, да? Да, да, да. Ну, это хуйня нездоровая, типа. И нет, у меня, слава богу, такого не было. У нас такие не выживали, блядь. Ну, у меня, бля, как будто бы в памяти крутится момент, как будто бы блокиратор стоит, потому что это было страшно или что-то в этом роде. Я не могу его вспомнить. Хер, тебе что-то, ну, тебя заманивали куда-то. То есть, тебя, что ли, тебя кто-то заманил? Да, 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 как будто бы целой компанией мы были, и там это что-то с футбольным мячиком было связано. И мы как-то, мы почти пошли, казалось бы, но что-то нас остановило. Как бы, стрёмная хуйня вообще в целом, честно сказать. Хер знает, что там придумывают эти люди, конечно. Хер, давай, отвечай, тебя заманивали, блядь? Меня? Нет. Ну, было такое, что Трамп... Я заманивал. Было такое, что Трамп набирает тебя и говорит, зайди ко мне, Тавор? Ну, было ли? Не, ну, это было один раз. Я тебе помнишь, на стриме твоем рассказывал. Да, я ж поэтому и спрашиваю. А ты говоришь, нет, блядь. Ну, это было уже в осознанном возрасте, когда я взрослый, понимаешь? А тут лечь про детство. Чё, пацаны, давайте оценим. За качество, блядь, ну, в целом мне вот это даже в конце вырезка понравилось. Я также 3,5 поставлю. За историю... Вырезка, я тоже люблю. Вырезка? Телячья. Местная вырезка, да, я. Блядь, мне записали не ставится. Подожди, напомни, история, чё там... Ну, короче, типа бабушка была какая-то во дворе, которая заманивала кого-то к себе. Бабушка, которая ела детей, правильно? Да, она заманила к себе детей, и типа если... Почему это бабушка была на свободе, вопрос? Потому что только в конце скрылась, получается. То, что там кого-то заманивали к себе. Короче, обсрыла вкусная точка, ебать, прикинь. Прям в деревне. Мне кажется, история вранью. Вранью прям собранная. За качество 2,5, за историю троечка. Мне просто понравилось, как она нос к носу вот так вот с бабушкой. За трушность. Да, да. Это прикольно. За трушность 3 дам. Сань, ты что думаешь? Ванечка, 3,3. 3,3. Хорошо. Чат тоже... Чат 4 дал, ничего себе суммарно. Что-то их сподвигло на четверку. Тройка с большим отрывом. Хорошо. 4, так, 4. Ну, посмотрим, что у нас дальше. Так. А вы верите в мистику? С недавних пор, после смерти моей бабушки, моя жизнь изменилась. А именно с того момента, как я переехала в ее комнату. Сань, можешь сказать, что тут написано? Вот это и вот это. Это не китайский, по-моему. Не китайский? Не. Нет, это корейский. Ага. Я заметила, что вещи в моем доме стали перемещаться с одного места на другое. А то и вовсе пропадать. Или японский. Да хуй знает, я не разбираюсь. Сначала я не придала этому никакого значения, но потом это стало меня страшно. Мне все... Ну, вам так кажется, блядь, если я и живу в Китае, мне сегодня... Вот я открываю рандомно, иногда я читаю сообщения инсты, и мне... Здорово, отец, что здесь написано? И нахуй китайские фотки какие-то. Я шо, блядь, китаевед вам? Че вы доебались до меня? И все, где-то кто-то увидел какой-то иероглиф, фоткает. Привет, что здесь написано? Я ебу нахуй, что там написано? Я вижу, палочка какая-то. Палочка. Еще палочка. А там прям, ты им прям говоришь, ну палочка, блядь, что ты не видишь, что я? Да, так я им так и отвечаю, нахуй, ты шо, не видишь? Палка, какое-то дерево, палка, смайлик. Все, шо, не видишь, нахуй, че ты меня спрашиваешь? Так, погнали. Потому что это было не единственное, что происходило у меня дома. Помимо этого я стала слышать шаги и голоса, хотя кроме меня дома никого не было. Каждый день по протяжении года мне снились кошмары. Кошмары, которые не давали мне спать по ночам. И каждый раз я просыпалась в холодном поту, сдрагивая от ужаса. Пизда. Мне снились мои умершие родственники. Пизда. В особенности бабушка. Они вечно что-то от меня хотели. И хотели мне что-то сказать. Опять бабушка. Каждый раз, когда ко мне приходили гости, они тоже слышали странные звуки по ночам. Их мучили кошмары, и они ощущали удушие во сне. И из-за этого не могли нормально уснуть. Поэтому всегда... Сань, что в чате, можешь сказать, пожалуйста? Идите нахуй. Там иероглифами написано, идите нахуй, отъебитесь от зубарева, там написано. Никогда не оставаясь на ночь, либо вежливо отказываясь, придумывая всяческие отговорки. Но я-то знала, что это вранье. В последний раз, когда у меня на ночь оставались мои родственники, произошла ситуация, которую до сих пор никто не может объяснить. Два часа ночи моя двородная сестра Маша встала, чтобы купить воды, не пошла на кухню. Лишь ломный свет освещал весь дом. Она прошла в зал и резко остановилась. На кухне стояла высокая фигура кудрявой женщины. Нихуя себе. Маша подумала, что это ее мама, которая выглядит точно так же. Высокий рост, кудрявые волосы. Она стала звать ее. Иногда не отзывалась. Продолжая безмолвно и бездвижно стрелять в сухи. Сука, чат полудурков, блядь. Маша подошла к фигуре и коснулась ее волос. Но там осталась неподвижна. Маша подумала, что это совсем ее мама и бросилась бежать. Сердце ее бешено стучало, а руки дрожали от ужаса. Она забежала в комнату моей матери и разбудила ее. От шума простули все остальные. Собрались и стали успокаивать. Ебать, Ес. Че такое? Только шо была прям иллюзия, понял? Как будто ты смотри, вот палец твой. Смотри, ты чешешь, чешешь глаз и как будто... Смотри, как будто он у тебя полностью вошел, понял? Ебать. Ты нихуя, ты факир. Я тоже решил свою страдку. Нихуя, ты факир. А вы смотрите, куда угодно. Вы видели? Вот у нее, да, или что? А вы что думали? Шо, блядь. Нихуя. Все, первое место, Хес. 5-5. Что же все-таки произошло? После этого рассказа по моему телу пробежали мурашки. И я понимаю. Мама, что жить здесь спокойно и больше не смогу. И нам срочно не... Поэтому она в подъезде. Мама вызвала какого-то священника, и он сайтил дом. После этого все утихло. Но кошмары мучают меня до сих пор. Ну, видно, ты не выспавшаяся, пиздец. Она умерла. Она переехала в ее комнату, соответственно, где она жила, эта бабуля. И вот после этого у нее начались всякие странные вещи. Там, сниться, всякая херня. Потом, почему-то, где иначе... Ты когда в следующий раз предъявляешь нам, нахуй, что мы прослушали? Да, мы вообще... Ты думай, кому ты предъявляешь, блядь. А я не вам предъявил, я предъявил тебе, Сань. Ты... А. Да, да. Пиздец, Вань. У нее бабка умерла. Ага. И она приехала в комнату, и начались жуткие вещи происходить. Так, типа каких? Там одна была точно жуткая вещь в видео. Ну, большая женщина стояла. Где? Разная хуйня была. Ну, блядь, большая женщина. Окей, окей, вопроса нет. Короче говоря, сделано хорошо. Качество хорошее постаралось. Четыре за качество дам. Затрушенность. Ну, история, типа, скорее всего, с интернетом три. Вот так я решил так посудить. Лех, ты что думаешь? А, то же самое, да. Качество 4. 4, 3, да. История 3. Сань, ну, вот, честно, как ты ставишь? 4, 4. Хорошая история. Хорошо. Чат тоже говорит 4. Хорошие и хорошее видео получается суммарно. Окей. Таблица. Давайте посмотрим, что следующий у нас кандидат приготовил. Всем привет. Я Линочка, 25, и я участвую в следующих хостях. Коры, и сегодня расскажу вам свою паранормальную историю, которая случилась со мной в реальной жизни. Поехали. А что с формой головы Линочка? У нее капюшон, мне кажется, на голове был. А, это капюшон? Помоги. В квартире случился паранормальный случай, в итоге которого нам следовало перейти в другую квартиру, потому что, ну, чтобы обезопасить себя. Вот. То есть, в нашем доме, ну, в старой квартире, ну, жила семейка наша, да? Там же наш дед, то есть, он все время проводил время с нами, то есть, но больше он время уделял, конечно, свои собаки. Он ее безумно любил. Вот. И когда деда не стало... Всегда готов. Ладно, Неваш. Вот. Когда деда не стало... Сейчас Хес. Только другой стал. Любить собаку. Когда деда не стало, появился Алексей Панин. Прикинь, нахуй сразу, нахуй. А, кукольный театр свой. Привет, привет. Вектор нас с пенлисом. Тогда, после смерти деда, начали происходить паранормальные явления в квартире вообще. I'm sorry, Варевал, бад. Вот, вот, это что, как будет по-китайски херня? Вот, как это понять? Вот эта маска сзади. Вот. Один раз, когда я сволошу от на дома, то есть, родители уехали на дачу, никого не было в доме, кроме меня, да? Сделал в своей комнате спокойно. Собака лежала в зале. И я сидела, занималась своими делами. Вот. И тут я просто вот так, немалетно слышала, что в сочетней комнате кто-то так скучающе вздохнул. Дома вообще никого не было. То есть, никто это понимал вздох. Не собака. То есть, это был, ну, похоже на вздох деда нашел. Вздох деда? Ну, я сижу в ступках, просто не понимаю, что делать. То есть, я даже в блинце не могла. А тепло деда было там? Хе-хе. Я слышал собачьи шаги, то есть, они... Собачьи шаги. Бегут в соседнюю комнату. Они бегут в соседнюю комнату. И тупо... Тупо на каблах, нахуй. Так. Слышу, собака на каблах, думай, что за хуйня. Че-то. В комнату, где стояло кресло, любимое кресло деда. Любимое кресло деда. И там было тепло, пиздец. Пойдем, типа, в коридор. И вижу, что в соседней комнате она просто сидит около кресла. И кресло не просто стоит, а кресло качается. То есть, она просто вот виляет хвостом. И вот в одну точку, будто увидим лицо деда. Ну, я думаю... Ну, то есть, я идиоткрикаю. Она не откликается. Она, то есть, в среднюю полостью на этом кресле. Ну, я, значит, еще несколько минут стою. Потом, естественно, убегаю в свою комнату. Буквально через несколько минут я опять прихожу к себе. И, ну, решаюсь еще раз пойти в школу. Я понимаю. Нет, я понимаю, что моя собака припедула мурдочку. Мне кажется, она сидевшая. Ну, я. Да я, нахуй, что, ебать, вожла? Ты, лицо деда, ебать. Сидь собака, хвост, он трусит меня, нахуй. Я говорю, что ты, ебать, сидишь, нахуй. На, собаке, это, ебать. Она, гав, мне, блядь. Ну, блядь, половина истории прошла. Пацаны, давайте так. Если пятиминутные истории будут какие-то, давайте по половине судить. Досматриваем либо не досматриваем. Потому что все-таки как это, чтобы сократить. Блядь, Ванечка, интересно, чем закончилось. Ну, отвечаю, интересно, чем закончилось. Ну, блядь, давай со второй половиной смотреть. А что, а что, а что, а что, я просто не понимаю, что вообще там. Что-то собака, дед, дед. Ну, типа, дед умер, любил собаку очень сильно. Типа, и мы опять играем, любимый. Собака, что-то, расстроилась? Ну, собака, получается, типа, сидела в комнате, где жил дед. И смотрел на кресло, кресло качалось. И типа она ушла с этого. Как-то сказать, оттуда, получается. Откуда, где смотрел собака, когда на кресло, блядь. Интересно, сколько кресло, типа, почем оно было? Ё-ба. Блядь. Фу-у-у. Ебать, Ваня, сейчас мы тебя прихватим. А ну, Вань, перерасскажи нам историю. Чем закончилось? Квартиру в другом, ну, в другом районе, в другом месте, вот. Когда мы, конечно, собираемся переезжать, То есть, все похоронили собаку там, все такое, И сделали властью или через... Да. Мы делали, что-то, собрали вещи, И начали уже переезжать в другую курсу. Ага, понял, что-то. Который сейчас живет, конечно. Вот. Вот типа есть вот эти разрезы кадров, да? Между кадрами. И как будто бы они нихуя не вырезали. Вот 70-ка онлайна у тебя сейчас? Нет, это кресло стоит 70-ка. У-у-у. На котором дед сидел. Думал, нихуя себе можно ебать ценник на казик лупить. И последую пару нормалов. И вещи, конечно. Короче говоря, спасибо большое, спасибо большое за участие, Но очень сильно растянута, прям очень сильно, Очень сильно растянута, очень тяжело, Как бы, как сказать, послушать прям так хорошо, От начала до конца. Два с половиной, два с половиной. Не обессудь. Два... Это что за два месяца, блядь, май нахуй. Это уберите мне. Два-два. Два-два. Блядь, три-три. За качество вообще один, потому что мне еще не понравилось, Что на фоне какие-то звуки были посторонние. Вот что-то падает, гремит. И не слышь, что нихера, непонятно. Сама история... Батюшки в каблучках. Так, ладно, похуй. Два-два, да, Лёх? Сань, ты что? Один-два. Не-не, подожди, качество один, трушность два. Угу. Уанечка, я, блядь, ну... Ну, а нашли, Аня, ну что там монтировала, там маска какая-то, какие-то эффекты добавлял человек. Да нет, три-три. Угу. Историю мы нихуя толком не дослушали, но для нее видно, что это она, ну какая-то особенная эта история. Хуй знает. Базар. То есть это не просто интернетовская, которая, блядь, она где-то перер... Она рассказывает о душе ее, но хотя бы поэтому... Ну ты меня заставляешь тоже поменять балл на три. Понял, понял. Ну просто очень растянута. Давайте, пацан, давайте так, если видос серьезно пятиминутный, давайте до половины слушать, а потом решать, дальше мы слушаем или нет, окей? Окей. Чтобы, типа, не слишком все растянут. Вставление о русалках? Так, поехали. С русалок начинаем. Непосредственно связано с людьми, умершими преждевременно или неистиками? А ну скажите, вот, если с русалки сделать паштет, он рыбный или мясной? А там, видишь, по-моему, наполовину, там половина рыба, половина мяса. В смысле, а рыба это не мясо, нахуй, или что? Рыба это рыба. А рыба это не мясо, типа? Ну рыба это же мясо, просто рыбное. Ну не-не-не. Рыба это рыба, нахуй. Чего, блядь? В смысле, ты приходишь и говоришь, дайте мне мясо рыбы. А как ты говоришь? Дайте рыбу. Ну а внутри-то что, рыба, блядь? Есть филе, ну, блядь. Так. Внутри рыба, нахуй. Внутри рыбы, рыба, Ваня. Ебаный рот. В смысле, дайте мне мясо рыбы. Филе рыбы. Ну а филе это что? Это вырезка мясная. Ну вот так филе это может быть рыба, а может быть нет. А мы сейчас, давайте, погнали дальше. Сейчас набьем еще ебало другу и за рыбу. Непосредственно связаны с людьми, умершими преждевременно или неестественной смертью. Считалось, что каждому человеку отведен определенный срок. И не прикаянной души тех, кто погиб раньше, скитаются по земле, пока не настанет их время. Русалки считались злыми существами. Особенно опасными для мужчин. И когда русалка заведет мужчину, она заманивает его в водоем, где может утопить или защекотать его до смерти. Всем привет. Я хочу вам рассказать историю, которая случилась в новом году. Кстати, боитесь щекотки? Хес, Ванечка. Ну я боялся. Ну, ну да. Ты боишься от щекотки? Ну у тебя есть какие-то места? Я клянусь нахуй, я броня ебучая. Нет ни одного места, где я скажу. Все детки бегали, понял, раньше. Мне щекотно-щекотно, я смотрел как на долбоебов, понял? Я клянусь, я не понимаю, что это за хуйня. Бля, Сань, ты понимаешь, что это за хуйня? Нигде. Ни одного места. Ну ты понимаешь, что это за хуйня. Ну тебе повезло в таком случае. Нет, да нет, все боятся щекотки. У всех есть вот здесь вот подрёбрами. Русалка просто бы, я зашел бы по пояс в воду, и она соснула бы хуй. Вот что сделала бы русалка. Там без вариантов щекотнуть. То есть получается, она бы тебе до смерти отсосала. Отсосала бы до смерти, да. Да, заманила воду и отсосала. Да, она бы выиграла, получается. Да, я бы сдался. Конечно, поехали. Вопросов нет. Так, здравствуйте, нам говорят. Хочу вам рассказать историю, которая приключилась с ней много года назад. В общем, тогда я пригласила свою подругу приехать ко мне в Москву на лето. И так и случилось. Она приехала, мы прекрасно проводили время. И ничего не предвещало беды. Но кое-что случилось. В один из дней мне приснился сон. Абсолютно не характерный для меня, потому что мне практически никогда не снятся страшные сны. Мне приснилось то, что я стою посреди леса. Очень-очень жуткого. Передо мной находилось озеро. И в какой-то момент из этого озера выплывает русалка, подплывает ко мне и зовет меня в озеро. И я, недолго думая, туда пошла. Сон. Все, что я помню из этого сна, это то, что мне было очень страшно. Я стояла посреди этого озера, просто смотрела на лес, который был вокруг, и все. Потом произвенил будильник. Я просто проснулась. И даже не стала думать в этом сне. Но через пару часов мне пришлось вспомнить про этот сон. Потому что моей подруге написал лучший друг ее парня, что этой ночью *** утонул в GTA 5 RP. Конечно же, мы не поверили, но через какое-то время мы убедились в том, что это было. В GTA 5 RP кто-то утонул. Бля, ребят, я вижу периодически, что меня ищет Вова. Вова подождет. Видите, мы тут заняты с мужчинами. Правда? К сожалению, это была той реальностью, с которой нам пришлось столкнуться. И я до сих пор задумываюсь о том сне и не понимаю, как такое мне вообще могло присниться. Совпадение ли это? Или это был какой-то знак? В общем, я не знаю. Не думаю. Подожди, кстати, Сань, ты же про сны, да, говорил? Что-то совпадение вещи сон. Как думаешь, что это было? Не думаешь, что это было совпадение? Не, Вань, ты думаешь, что это было совпадение? Трактовка сонника – это очень сложная хуйня. Ну, все даже нейрофизиологи, блядь, и научные какие-то эксперты делятся на два вида. Что это просто выброски подсознания, я понял, которое стирается. Некоторые пытаются как-то трактовать и видеть будущее. Ну, блядь, я не ту, не ту теорию не поддерживаю. Да, я вас сняли раз увидел будущее. Да? Ну, это даже ее ты получил, скорее всего. Не-не-не-не-не. Нет, это стечение нахуй математических простых цифр, блядь. По-любому кому-то хоть раз что-нибудь приснится, что сбудется. Ну, Хес. Ну, подожди, мне приснилось. У тебя какой-то дар ебаный. Подожди, ну, я учился в школе, и у нас, ну, девятый класс, экзамены, вся хуйня. И перед экзаменами, короче говоря, по алгебре, мне приснился сон, что я прихожу в школу сдавать экзамен, билет номер шесть. Спустя несколько дней я прихожу в школу сдавать экзамен, выпадает билет номер шесть. Ну, а ты готовишь? Ну, хорошо, давай тогда вот так вот сделаем. Ну, я тоже тогда провидец. А евро, ой, этот самый, скажи мне, что проходил в России в восемнадцатом году? Или что? Евро это было? Ну, да-да-да. Ну, чемпионат по полу. В финале, в финале, в финале, в финале, в финале, в финале, в финале играли Хорватия, чемпионат мира, вот, вот, вот. Так, и чё еще? В финале играла Хорватия и Франция, да? Так, и чё? Хес, и я просыпаюсь, отвечаю, 4-1 победа Франции. И я ставлю, блядь, 100 юаней просто так на 4-1 на Францию. Нихуя себе. Ой, 4-2. И 4-2 играет, нахуй, и я выиграю 10 тысяч юаней. Нихуя себе, а мне такие сложно провести. Коэффициент 100 был, коэффициент 100. Отвечаю, просто вот так вот 100 юаней ставлю, блядь, на 4-2. Понял? Коэффициент был 100. 100 юаней, скажи мне, пожалуйста, это сколько в долларах? Или там в рубля. 100 юаней, это... 100 юаней 15 долларов. А чё я так мало поставил-то, господи? Да не, ну я просто, ну, блядь. Ну, 15 долларов поставил, выиграл ХХ-1000. Если бы я верил своему сну, блядь. Выиграл, да, ХХ-1000. Ну, короче, история, блядь, мне понравился монтаж. Монтаж классный. 1500 долларов. Подожди, нет, ХХ-100 выиграл. 15 долларов, а выиграл 1500 долларов. ХХ-100, получается? Да. Короче, давайте, пацаны, оценим. За качество поставлю 4, вырезки, всё классно сделано. Затрушенность истории. Я даже не знаю, как история закончилась. Да, но она такая лаконичность всё преподнесла. Ну, типа, она как бы не совсем параллельная. Слушай, вы поняли, да, это осьминожка? Хес. Ну, вот скажи, если вот так вот, ну, типа, ножки собрать, это похоже, вот, как головка хуя в это вылазит? Смотри, торчит. Ну, есть такое, да. Чё-то, блядь, вообще не кажется так. Есть, да. Тебе не кажется, Ваня? Нет. Пиздец. Ну, мне реально, я или какой-то озабочен. На это головка писемна выглядывает, ляня. Ну, похоже, похоже вообще. Ну, в чате эксперты все пишут, да, бля, как один. Слушай, ну, вот ты когда отпустил, вот, сейчас прям... Да, больше на зуб похоже, нахуй, честно сказать, чем нахуй. На зуб. Ну. Ну, ладно. Оценки, пацаны, Леха. Леха. Так, смотри, качество, давай, ммм, 4. 4. 4, да. История, троечка. Тройка. Сань. История бросала, как тебе? Осьминожка будет решать. Ну, типа, осьминожка решила, что хуйня ебаная. Так, это 3 баллы. 3-3. Базар. Я отвернулся, он синим уже стал. Базар. Братан, ты сейчас, ты сейчас, быстрее, отворачивайся. На секунду. Вот такие вот стройки. О, мое. Вот это магия. Ух ты, нихуя себе. Вот нахуй. А ты думал, ты своим пальцем, блядь, магию делаешь? Вот нахуй магия. Смотрите, у нас тут телевизором. Готовы? Гоу. Эта история произошла осенью 2019 года. Я закончила первую четверть, и меня отправили к бабушке. К бабушке я ездить не очень любила, но меня заставили родители. Поэтому, собрав все свои вещи, я села в машину и поехала. Приехала я туда на две недели. Я сидела в телефоне, общалась с друзьями, помогала бабушке по бытовым делам. И в один день, как всегда, моя бабушка попросила мне принести воды с колодцем. За водой надо было идти в общий колодец, так как своего у нас нет. Подойдя к нужному месту, я взяла ведро и закинула его в колодец. Когда вода набралась, я начала крутить ручку. Но ведро почему-то не хотело подниматься. Спустя пять минут моих стараний я все-таки смогла это сделать. Я направилась домой. Придя домой к бабушке, я ничего не сказала. Поставила ведро на стол и пошла дальше залипать в телефоне. Следующий день прошел без происшествий. Я сидела в телефоне и занималась своими делами. Ближе к вечеру я заметила то, что в ведре опять нет воды. Поэтому я взяла ведро и собралась идти. Но меня остановила бабушка. Она остановила меня и сказала. Стой. Иди возьми воду с колодца соседки. В общем, колодцы вчера мужчина утонул. Нахуй. Ебать дурных поставили там в конце. Это для кого они вот это ставят скримеры? Ну, по-моему, один Ваня. Для Ваня, блядь. Для Ваня, блядь. Для Ваня, блядь. Ну да. Ну тут один сидит. Мне просто вообще шо у меня меняется, я не знаю. Ну, разве что. Разве что цвета осьминожки, блядь. А как вы в скороры играете? Сань, как ты в скороры играете? Что-нибудь пугает, блядь, вообще-то, нет? Там мне в скороры хотя бы погружается. Нахуй, 35, блядь, я из Донецка. Так тут тоже погружаешься же здесь. Вы тоже погружаетесь, будет страшно, блядь. Ну, не знаю. Ну, такой погружает, пройдись, пройдись ночью по текстильщику. Вот что, ну что, я вам скажу, блядь, после Т-11 не выходил, нахуй. Че, че тут? Блядь, круто, круто. Четыре, четыре, четыре дам. Круто, мне нрав. Круто. Аналогично, четыре, четыре. Четыре, четыре. Лех? Ладно, давайте, четыре, четыре. Четыре, четыре. Хорошистка, хорошистка базара нет. Чат у нас топит за четверочку. За пять, нет, четверка тоже, единогласно, хорошистка, круглая. Ну, типа, мужик в колодце утонул, дал водичке. Так. Дисклеймер, я болею. Дисклеймер, я болею. Дисклеймер, пять минут, пацаны, давайте тоже половину посушим. Ну, не простите, да. Сегодня я вам расскажу историю, случившуюся со мной, а точнее о сне, которая снится мне уже на протяжении недели точно. Так, кто-то в чате, в чате кто-то пишет, выздоравливай. А ты че? Блядь, а вот если бы написали, лечись, это же еще хуже, типа, лечись. Нет, лечись, это нормально, а кто-то просто выздоравливает. Блядь, я это скипну, вообще нихуя не слышно. Блин, я это скипну, вообще не хочу слышать. Ванечка, я только хотел сказать, я не хочу обидеть, ни в коем случае. Всем привет. Сегодня я расскажу вам. Говори, сука, блядь. Историю, которая, да, да, вот так хочется ей сказать, сука, выздоровей. Потом расскажешь, сладенькая, давай, пас. Ой, блядь, что тут за ровно, нахуй? Мы даже оценку не будем давать, правильно? Ну я про скипну, а как мы оценим, если мы не знаем даже что-то по работе? Блядь, ну как ноль? Просто про скипну. Ну я просто про скипну сделал скип в этом, в табличке, чтобы порядок не ломался. Ну спасибо за большое за участие, спасибо большое все равно. Пять минут, блядь, что за рекордсмены? Так, ура, в конкурте. Так. История. Тоже почухалась. Они было девять. Был последний день учебы. И мы с друзьями решили как-то это праздновать. Ну вот, каникулы, почему бы и нет. Собрались погулять. Мы встретились у озера. Ваня, поставь нахуй табличку, что эпилептикам не смотреть. Поставь, блядь. Возможны приступы там, какой-то хуй... Да уже поздно, я думаю. Они там, если смотрели, то уже все. Блядь. А ты на каком языке печатаешь? Ассорозэнтэнь. Это в переводе с японского интеллектрикам не смотрели. Не смотреть. Но не все-таки туда пошла. Это озеро людное. Ничего такого. Озуждаемо. Но просто меня напрягало то, что я иду туда, одна, без родителей. Так. И вот, возле этого озера находилась какая-то постройка. Может быть дом, может быть какое-то помещение. Запрошенное. Там окна нет. Нам магазин. Пусть нам купить. Ну что? Блядь. Так, ладно. Пасная история, я считаю, слушайте. Опять же. Ну, с монтажом классно. Но вот это смотреть на протяжении 5 минут очень тяжело. Порезать бы было как-нибудь, чтобы... Ну, как сказать, суть была. Ясно? Да, убрать хотя бы паузы, блядь. Да, когда ты дышишь, там тянешься за водичкой и включаешь лампу эту. Ну, это пиздец. Ну, как будто мне задавать будем. Ну, это снова скип, как мы оценим это. Ну, как бы, не оценить. Фур, аторитские пиписки. 5 минут. Так, сдавай. Да, ё-моё. Как будто бы это можно 5 минут посмотреть. Ну, вот это выглядит так. Вот, да. Вот я уже заинтересован. С делдаком, видели, идёт? Это нож. А, это нож. У меня 144 пай. Что ты хотел? Сегодня 14.07.2022. Я бы хотела поделиться историей, которая произошла со мной. Мы переехали в свой посёлок года два назад. И нам рассказали о том, что 4 года назад здесь произошла такая ситуация, что здесь умер известный конюх. Он утонул. И как бы, ну, что в этом такого, все люди умирают. Вот. Русалки, суки. Мы забыли об этом спустя, ну, буквально, ну, что? Ничего тут такого нет. Известный конюх. Выздоравливай. Выздоравливай. Стали происходить какие-то странности. Спустя полтора года после того, как он умер, закрылся конюх, в котором он работал. То есть он находится недалеко от посёлок. Это в видосе скрипит или что? Это я скриплю, блядь. Ебать, я кэш-ты конченая. Ну, как написать выздоравливай конюху? Умер же конюх. Весный конюх, нахуй. Ты ж на него был подписан. Долбоёк. И пишешь выздоравливай. Ходили дрессировать лошадей. Не знаю, как это объяснить. Я думаю, вы понимаете. У них там была определённая зона, в которую они ходили. И, ну, казалось бы, ничего такого здесь не было. Но вот спустя год, после того, как мы переехали, произошла странная ситуация. Одним утром мы, как обычно, вот у нас в поле, и там не только лошади, но часто гуляют люди, как и мы. Мы ходим туда, чтобы посидеть на пледе, поиграть в бедминтон и так далее. Ну и, как обычно, собрались и пошли туда. Погуляли и пошли домой. Но спустя час, в беседе посёлка, вот, стали приходить странные сообщения. Мне мама рассказала, что вот одна лошадь, которая там была, привязана к палке, которая втыкнута в землю. Её нашли в кустах. То есть у нас вот зона... Кого, лошадь или палку? Она вся заросшая. И если проехать чуть-чуть, можно увидеть... Так, я правильно понимаю? Лошади кинули палку. Потом её нашли в кустах. Йоп. Место, которое всегда стригут. И там она находилась, и её нашли вот прямо в кустах. Заколотой этой самой палкой, которая была втыкнута в землю. Лошадь. Пол-видео прошло. Чё? Нет, давай досмотрим уже. Базар-мором. И это очень жутко было, когда мы это узнали. Потому что... Ну, кому будет нормально, кто такое узнает? У нас такого раньше не было. И, ну, мы смирились с этим вечером. Вечером стала происходить какая-то странная штука. У меня есть брат, один семилетний, и второй брат, которому вот буквально два года исполнилось. Ну, казалось бы, что он может сказать? Вот мама, папа, там ещё пару словечков, может, там предложение... Слышать, они забанят за живот открытый? Это коленка. Это не живот. А, так, это колен? Извините, ради бога. Странно. Поехали. Извиним. В один момент встал, и дядя говорил. Можно подумать, что вот в каком-то мультике там узнал, и ничего такого, по сути. Это продолжалось на протяжении всего вечера. Я как-то, как в фильмах ужасов особо не смотрела там, на стены, и не говорила, откуда-то вот в стену. Просто говорила вот себе под нос, когда играл дядя. Ну, не поймёшь, почему так, что... Так. Случилось, что... А? О, нихуя дверь открылась. Видели? А чё звук пропадает? Так. Кто там? Скример будет, бля, буду. И вот, и... Спустя три дня после произошедшего, это произошло в прошлом году, 17 марта, мы решили посмотреть информацию о том самом конике, который утонул 4 года назад. И... Знаете, что? Он родился... Ванечка, что такое? В 1968 году. Мэш, короче, я как-то раз уходил в туалет и поставил на фоне видео, где чел играл сам с собой в зеркале, ну, камень-нужица-бумага, и он говорил, раз, два, три. И он играл, пока не выиграет в зеркало. Полтора часа. Вот, и он просто говорил, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. Умер 12 марта. А я знаешь, что хочу сделать? Я запущу стрим, вот, на днях отвечаю, я сделаю. Я запущу стрим, ну, долгий, и лягу спать, нахуй. Так, так можно. Мне интересно, хоть один будет, ну, тот, который досмотрит, блядь, до конца, ну, прям. Я лягу спать, вот тут на диване, блядь. Я лично буду с... Ты можешь лечь спать, смотри, донаты подключить, вывести, короче, на колонке, да? Тебе будут донатить и будить тебя. Пытаться разборить. Ой, это как в тиктоке, дед спящий. Да, да, да. Пусть идет нахуй этот дед. Он основан. Я все время, я все время думал, ну, хоть бы помер, хоть бы помер. А он шевелится, блядь. Ну, в GTA, блядь. Даже? Даже. Это, да, в GTA, ну, естественно. Блядь. Скрим, скрим, скрим. Нету, спасибо. Нет, так уже был стрим, ее утянули. Такс. Такс, пацаны. Оценим? Вот это вот. Таблица. Ну. Ебать, скажите, братва, ну, вот в чате, будет хоть один человек, который, я отвечаю, включит с первой минуты и будет смотреть меня спящего до, нахуй, до последнего? Ну, вот, 8 часов, блядь, стрим будет. Хоть один человек будет? Сука, как же я вас обожаю. Я так делал, меня смотрели. Какие швальебнуты. Какие швальебнуты. Сань, я лично встану, я понял, я лягу спать. Обожаю, блядь. Я лягу спать, Сань, а я встану, вот, когда ты начнешь спать, понял, чтобы полностью бодрствовать, пока у тебя стрим, ее как-то спишь. Блядь. Я тебе рейд, блин, пока спать будет. А буз, типа. Че у вас, какие оценки? Классно. Качка. Монтажек 4. Четыре монтажек, три истории. Три-три, давай. Чат говорит, чат говорит 4. Как будто бы. Так, окей. Три-три минуты. Здравствуйте, жюри. Кто-то пишет, Саня, ложись. Здравствуйте, чат. Меня зовут Эва. Я вам сегодня расскажу жуткую историю из моей жизни. Дело было в 2018 году. Я со своей двоюродной сестрой ночевала у бабушки. Слушай, у всех в 18-м пиздорез какой-то отцов? Ну, глухо. Там уже несколько историй, блядь, в 18-м году какая-то хуйня происходит. Сборник был этажный. На втором этаже спальня бабушки с дедушкой. На первом этаже спала я в гостиной на раскладных диванах с моей двоюродной сестрой. В коридоре бабушка всегда оставляла гореть свет, чтобы нам, сестру, ночью не было страшно ходить, попить или в туалет. И вот мы ложимся спать. Она на своем раскладном диване, я на своем раскладном диване. Мы засыпаем. Я просыпаюсь ночью. Я не знаю, сколько времени. Открываю глаза. Передо мной лежит моя спящая сестра на боку лицом ко мне. А сзади нее какое-то существо. Человекоподобное. Это существо сидело, оперевшись на спинку дивана. Получается, ко мне в профиль. Вот так оно выглядит. Вот так оно выглядит. Оно было похоже на женщину, на девушку. На девушку худощавую. Худощавую. Очень худощавую. Бледная-бледная кожа. У нее была старая такая, почти полупрозрачная. Да. На голове у нее были редкие, как будто полувырванные сверлы. Сверлые блонтинистые волосы. Грязные такие. Ну, вы понимаете. Я рассматривала ее лицо. Я ей вглядывалась с мыслью, не мерещится ли мне. Она была в полутора метра от меня. Это очень маленькое расстояние. Так как к тому же эту гостиную, где мы спали, освещал свет, который нам оставила бабушка гореть в коридоре. Я ее отчетливо видела. Она действительно там была. Мне стало очень страшно. Знаете, что я решила сделать? Что? Я решила закрыть глаза и притвориться спящей. Все мы думали в детстве, что если притворимся спящими, то ничего не будет. Я тоже так думала. Тоже так думала. Но я еще решила отвернуться. Лечь к ней спиной. На другой бок. Потому что лицом к ней лежать было очень страшно. И вот я перевернулась. Но я слышу через пару секунд, как... Хесс, можно ебало поуже, пожалуйста? Кто-то начинает ко мне бежать сзади. Так пойдет? Да. Со спины. С вами голыми ногами попал. Вы братья, что ли? Я сажу еще есть. Прыгает. А тут много чего. А ты можешь периодически переключаться? Ко мне в кровать. Да, конечно. И начинает тяжело дышать мне в ухо. Ебать. Я очень испугалась. Резко развернулась. А там никого нет. Там по-прежнему на диване спит моя сестра лицом ко мне. Больше никого. После этого момента меня уже ничем не напугать. Че, блядь, в конце было? Скример зачем в конце пихать? Скажите, плиз. Амм, че? Ой, ну монтаж двоечка, конечно, да. Так еще не произошло особо. А история... Давай три с половиной. Два, три с половиной. Я сделаю... Два, три с половиной. Два с половиной. Саня, три, три. Шляцуешь выздоравливай. Выздоравливай. Три, три, три. Окей. Дальше. Такс. У нас еще, пацаны, семь работ. Вот получается. Поехали. Добивать. Всем привет, меня зовут Диана, я участница хоррор-конкурса. И сегодня я расскажу страшную историю, которая произошла со мной зимой. В этот день мы поехали с родителями на кладбище. Вернувшись с кладбища... Ухоже, знаете, когда вот Ваню Золо снимали, говорит, когда передай пред. А, да, пред. Занялся своим делом. Доделась все дела... Слышите, а шо там этот полудурок, он должен был с отцом драться. Кто победил? Или он еще не дрался? Кто, у меня нет папы. Или ты проголос? Нет, я не про тебя. Своего отца ты победил, Ваня. Этот дрался, блядь, или нет? Нет, кто дрался? Я или кто? Э, Иван Золо. Да при чем тут ты, нахуй, ты банан? Иван Золо дрался с отцом, должен был. Иван Золо, блядь, он со всеми сейчас дерется, ты не знал? Он там и батю уже отхуярил, и сексовых друзей отхуярил. Он какой-то бешеный. А батю он отхуярил? Отхуярил, да. Ебан, класс, вообще красавчик. Заделась все дела, все уснули, а я никак не могла. Дело в том, что когда мы были на кладбище, родители были заняты уборкой, а я решила прогуляться. Пока я гуляла, я наткнулась на очень старую женщину. Она стояла как вкопанная, смотрела на меня и ехидно улыбалась. Я поспешила на затканье. Этот взгляд никак не выходил на меня из головы. Надвигалась чувство трибуны. Время было... Лёх, ты что, волнуешься, что ли? А? Ты волнуешься, что ли? Не-не-не, я дублер. А то ты как-то волнуешься, блядь. Да переключай нахуй бананчик. Давай у тебя еще, что там есть еще? Пацаны, отпишитесь, кто бы отжарил вот эту картоху. Пацаны, бешено стучалось, и все мое тело было в холодном... Ну, Лёх, мы тержевестники, блядь. Ой, блядь, у тебя такие же зубы. Пацаны, фигура оказалась прямо надо мной. Она как будто парила в воздухе. И тут я услышала шаги в коридоре. Это была мама. Она открыла дверь в мою комнату. Видимо, хотела посмотреть, сплю я или нет. Эта черная тень в зубник рассыпалась по всей комнате. И наконец-то я почувствовала свободу. Я снова могла двигаться. На утро, когда я отрала дети, они мне ответили. Возможно, кого-то ты привела с собой. Не успокоенного духа. То есть вам понравилось? Да, очень понравилось, спасибо большое. Десять минут, блядь, я, мсорь, вырил, ну это, наверное, скип-прифайром. Типа, десять минут. Нихуясь. Это слишком много, это прям слишком много. Да, не, ну мы, нахуй, мы скипаем пять, блядь, а ты сейчас десять, мать. Вот это... Ты, если ты думаешь, что ты в Лос-Анджелесе, то ты, ну, можете все позволить, нахуй. Краткая история. Короче, девочка на кладбище, что-то там делала, непонятно что. И там была какая-то фигура, она с эту фигуру притащила в кладбище, как сказали. Мои родители была какая-то черная тень, которая потом рассыпалась. Звучит история не так, что ее можно придумать. Поставлю три с половиной. Качество. Очень темно, очень ничего не видно, честно сказать. Я два с половиной поставлю. Почти троечка, но два с половиной. Задушил нас здесь. Три-четыре. Три-четыре. Ну, я поставлю двоечку за качество, потому что, ну, опять же, да, как такового монтажа особо не было. Вот. История, ну, три с половиной тоже, да. Слушай, какая же ты была бы, сука, Хес, если бы ты был преподавателем где-то? Ну, уже невыносимый, нахуй. Я был бы стервой, сука, и вообще шлюхой, мне кажется. Пошло, но история была действительно трагична. Сейчас, прости, по-просто. Трагичная история. Изнутри не было ничего. А в конце? Я подробно рассказала. Не слишком. Ну, я до двоечку, сдавлю. Спасибо. Спасибо большое за участие. Спасибо большое. Я хочу с вами поделиться одной историей, которая произошла в моей жизни около двух лет назад. Опять четыре минуты. Тогда у нас в гостях были друзья. Просто, знаете, пацаны, у меня такое ощущение, что вот как будто бы вот такого формата истории, но они не вытянут даже в конкуренцию с той историей, которую мы оценили 5-5-5. Хотя у нас там были еще парочка конкурирующих. Ну, видишь, тут просто люди, они все просто сидят перед камерой и что-то рассказывают. А надо было фантазию включить. С точки зрения, как это сказать, справедливости, конечно, стоило бы досмотреть, но я просто не хочу у вас отнимать время и как бы с чатом прям сильно-сильно душиться. Поэтому давайте как-нибудь ради эффективности, ради такого формата видео 5-минутный будем скипать, наверное. Тут их уже осталось 5. Ну, опять же, ты понимаешь, Ванечка, что это не показатель. Поставь просто передо мной камеру и включи какую-нибудь фоновую музыку. Я расскажу такую историю, что у тебя, сука, ты очком перекусишь проволоку. Тогда давайте... Все зависит, опять же, от человека, блядь. Смотрите, пацаны, просто мне немного неудобно из-за того, что я как бы понимаю, что у вас немного времени отнимаю. 5 видосов осталось. Мы все досматриваем? Включай 5-минутные или как? Давай, давай. Все. Сколько? Да, да. Базар, все. А если бы... Тоже, чё-то, охуевайте, Монка, вы пишите, блядь. Это самые жесткие 5-й истории, которые вы видели. Выточняю, то это был брат с сыном. Они у нас посидели буквально до час ночи, ушли домой. Родители потом пошли спать. Я пошла в свою комнату. Спать-то не хотела. Я сидела в телефоне, играла. И тут просто началось необъяснимое. То, что я вообще предстоит объяснить. Бравл Старс? Я скрыла, играла в своем телефоне. И я слышу, что за окном кто-то как будто топает. Топает. Этот топот был похож на человеческий, скорее всего. Собака. Ни одна собака, ни одна кошка не сможет спародировать человеческий топот. Я резко встала с кровати и подошла как мы. Ни одна собака, ни одна кошка не может спародировать человеческий топот. А нахуй это им надо, скажи мне. По сути? Ну, я нигде не видел кошку, которая... Эй, слушай. А интересно, а я смог бы человеческий топот спародировать. И попиздила. Мать. Идет на четырех, и такая, блядь. И так на двер встала и пополучила дальше. Такая, я устала нахуй. У меня устали передние, тупо. У меня устали передние лапы. Мне похую. И вот так вот. И попиздила на двух. Причем как Макгрегор, блядь. Произошло, нужно все-таки убедиться. Ну, Каня, ну это ж кошка. Что там никого нет. Все это лишь там, может быть, померещилось, я не знаю. Я потому что к окну. Че за глобус посредине сидишь? Кто? А кто посредине, я сижу? Да. Так они меня всегда глобусом называют. Лысый глобус. Я что-то, блядь, соберу первое сообщение в чате. А еще мне знаешь, что нравится? Топ. Топ это тортилла, меня называют. Ну, типа старый. Понял? Черепаха тортилла, старая. И... А, еще и кто-то называет отцвевшая сакура. Вот это мне вообще нравится, пиздец. Это пиздец. Как-то романтично. Как же уважение к старшим. Отцвевшая сакура, прикинь. Ну, то есть, ну, все, пизда. Пизда. Было темно. И я просто вот так вот начинаю вглядываться в окно. И тут резкий стук. Как ты, блядь? Я просто мигом рванула на кухню. И я слышу, что топот просто идет, даже не идет, как будто бежит просто за мной по этим доскам, которые у нас были разбросаны. А у нас еще дом и гараж рядом. То есть, расстояние между домом и гаражом было около 60. Гараж рядом, все нормально, спасибо. 67, где-то вот так вот. И вот между ними, как раз таки, были доски разбросаны. И вот этот топот был как будто... Похоже на то, что как будто человек очень сильно прям бегом бежал по этим доскам за мной. То есть, я бегу на кухню, а человек... О! Правильно сделал. Бежит просто за мной. То есть, да, в сторону кухни, в сторону именно. Внимательно. Я останавливаюсь на кухне, и я понимаю, что топот тоже остановился. То есть, буквально в нескольких метрах от окна кухни. Ебать. У меня внутри наделась такая паника, что я не знала, что делать. Я просто смотрела в окно беженым глазами, мне просто было безумно страшно. Я просто понимаю, что кто-то сейчас за моим окном, да, где сейчас нахожусь в кухне, кто-то просто стоит нечто. Я не знаю, что это могло быть. Мне на тот момент очень было страшно, и я не могла ничего описать толком. У меня как будто охватило все. Все, тела у меня хватило паника. Я резко бегом просто побежала в туалет. Пару меня посидела там. Пару есть. Я понимаю, что нужно идти спать. Но я не могу выйти из туалета, потому что мне очень страшно. В итоге я набралась милости. Я резко открыла дверь у столета, бежала просто в спальню свою и украла с под одеяло. Все. Главное, чтобы этого хочешь мне слышать. На следующее утро... Начала бежать и сраться. Я просыпалась с того, что он открывает дверь... Пейте ряженьку. ...потому, кто у нас был в тот день, накануне и ночью в гостях. То есть, брат... Она открывает дверь брату, и тот просто с пару рук усметает и говорит, что его сын погиб в без двадцати три, вроде как ночи. Он разбился рядом с нашим домом на машине. А все то, что я рассказывала, да? Все то, что я рассказывала, сейчас происходило... Пиздеж. И такая, что вы ебать, лохи. Ну, на полтора пошло неплохо, так сказать. На пиздеж история не похожа. Буду честен, на пиздеж история не похожа. Но в трушность засуну то, как рассказывала. Рассказывала слишком много воды. Полтора икс пошлось поставить по качеству. Ну, что-то дефолтное, типа звуки, качество, музыка. Музыка где-то громче даже, чем ты была. Два, три, наверное. Леха, Саня. Два, три, два, три. Два, три. Три, четыре. Три, четыре. Так. Так, итого четыре видео осталось. Включаю вот это. Такс, поехали. Кусь. Скорость у нас 1х, потому что видос идет в минуту. Вся моя семья видит призраков. Случилось это. Заболезно. Для меня было 10 лет. Выстаравливайте. Чё, блядь? Одни вещи проигрались в резинской комнате, когда тоже не было никого, кроме нас твоих. Ага. Милси улыбался, но резкое его выраженное лицо стало очень пугающе и тревожным. С непонятными эмоциями подстал показывать пальцем в угол стены. Я сначала ничего не поняла, но потом тихим голосом он стал произносить «Баба, баба». Я очень испугалась и не знала, как реагировать. Когда родители приехали, я рассказала вам о случившемся. Они не хотели пугать меня настоящей историей этой квартиры. Но потом я все же добилась рассказывать. К нашего приезда в этой квартире жила пожилая женщина. Все бы ничего, но она повесилась именно в том углу, куда показывал мой брат. Повесилась. Когда я была в таком же возрасте. Осуждаем. Да. А все? Да. Ваа. Ваа. Такс, 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 такс. Что могу сказать по поводу этой истории? Коротко, ясно. Но, скорее всего, неправдиво. Но в комбинации дам за это 3,5. Ничего говорить не буду. Подрушность. Ой, фуды по качеству. Есть небольшой монтажик. Музыка. Все, как обычно, 3. Средний балл. Так. А что там за прошлом? Монтажу реальности, как обычно, ничего особенного. Поэтому двоечка, два будет. Такс. История, история, давай, ну, 3,5 пусть будет. Окей. Сань? 3, 4. 3, 4. Хорошо. Чат 4 дает. Окей. Базара нет. Вот это 2 минуты. Всем привет, чат. Привет, Ваня. Меня зовут Майя. И сегодня я хочу рассказать. Историю, которая произошла со мной и моей подругой 2 года назад. В тот день мы с Аленой пошли к ней на ночевку. Так. Ее бабушка и дедушка тогда уехали и сказали, что дверь будет не заперта, так как они никогда ее не запирали. Так. Так как были уверены, что никто в дом не проберется. Но куда мы пришли, дверь оказалась открытой настежью. Меня что-то беспокоило. Но Алена меня успокоила. Не волнуйся и сказала, что вам все будет хорошо. После этого мы не придали этому значения и после этого пошли наверх. Мы посмотрели три часа фильм, но при просмотре мы услышали шорохи, вносящиеся в кухню. Когда они же прекратились, Алена позвонила родным и сказала, что придется скорее. Мы, вооружившись предметами, находящимися поблизости, спустились вниз. У Алены была игрушечная акула, а у меня швабра. И мы маленькими шажочками пошли до кухни, прислушиваясь к звукам и шорохам. Когда же они прекратились, мы зашли на кухню. И там никого не оказалось. У нас с обеих, как это говорится, у нас с обеих упал камень с плеч. И после всей этой суматохи мы решили перекусить. Когда я шла к холодильнику, я увидела, что окно приоткрытое и закрыла его. А Алена в этот момент пошла к полкам с сухой едой. Я на мгновение остолбенела от громкого крика, наверное, который даже слышали соседи. Алена... Это Алена кричала. Она облокотилась об стену и смеялась истерическим смехом. Я же посмотрела на ту полку, а там оказался воробушек. Вот так закончилось. Это волнительное, но с юмористическим концом история. Спасибо, чтобы все-таки в рассмеши комика нахуй. Так сказать, блядь. Юмористический конец, он значит под формат шоу вообще не подходит. Но, блядь, за стороны дверь открылась. Очень страшно. Ой, блядь. Сквозняки какие-то непонятные. А мне интересно, а для кого вот эти вот субтитры? Ну, не знаю. Для того, чтобы... Мне нравятся субтитры. Мне тоже понравилось. Антуражно. Антоиде аутентично. Истрория, истрория. Че, пацаны, какие оценки? Блядь, мне понравилась история. Монтажного. У меня просто была похожая история, блядь, с этим, скажи мне, с мотыльком, блядь. Который крыло, но я помню, ты рассказал вот этот. Ну, я обосрался нахуй, поэтому мне это близко. 4-4. Класс. Так, Леха, ты этот, какой я, второй балдал? Я, два, два, до качества два, и история три с половиной пусть будет. Ух ты, хуяти нахес. Да, я жесткий, да. Ну, я жесткий, да. А что-то вообще дерг въебал, ты прикинь, а? Да ладно, нихуя. Сам вахуй, сам втрихуй. Но мы с чатом самые жесткие, как бы мы справедливо оцениваем работу. Спасибо за участие большое. Так, 38-39 осталось и 40-ое. Всем привет, чат. Привет, судьи. Я Даша, Эки, иду душа. И я решила подчеркнуть в конкурсе Тачуханечка-02, рассказав вам свою историю. Я не надеюсь ни на какой приз, я хочу просто попасть на стрим. И надеюсь, я попаду на него, потому что это моя мечта. Ладно, не будет тянуть, давайте к истории подойдем. Мне было на тот момент 7-8 лет. И это была ночь, я просыпаюсь, ну, стою с кровати и вижу перед собой сестру, которая надевает халат. Я значению не преддала этому, ну, надевает, надевает, надевает и надевает. И она направлялась в ванную. Я пошла за ней, так как мне надо было туда же идти. И я вижу, что я начинаю ускорять шаг. Я начинаю ускорять так же шаг. Не знаю, почему я так решила, зачем. Я ускоряю шаг, смотря прямо ровно на нее, на ее спину. И вижу, как она резко начинает, она просто резко пропала. Я была не в понимании, что это было, как, почему, что случилось. То есть, ладно, я пошла в ванную, умылась, ущипнула себя, такая, может, это сон. Это был не сон. Я не поняла, что происходит, решила вернуться в комнату, вернулась в комнату. Мастера спит, будто и не вставала. Я такая, ладно, хорошо, завтра спрошу. Я легла и заснула, просыпаюсь утром, подхожу к моей сестре, спрашиваю, что было ночью, ты просыпалась вообще? Она говорит, нет, я спала, я заснула, проснулась только утром. Я ей рассказала все, что произошло, и она начинает говорить, может, это сон был, может, тебе показалось. Я уже поняла, что это был не сон, и то, что показаться мне это точно не могло, так как я своими глазами это видела. До сих пор мы не поняли, что это за чувство, прошло много лет. Мы не поняли, что это за чувство. Я нахожусь в этой же квартире, и на данный момент я слышу звуки на кухне, на которой сейчас я нахожусь. Звуки закрывания ящиков, упадания предметов, и я считаю, что это ненормально. Блин, да сука, лучше просто компиляцию скримеров делали, чтобы я пугался, сидел нахуй. Чё, Лёх, оценки какие? Слушай, ну опять монтаж 2, ничего нет, сидит перед камерой. Ну как это монтаж 2, ты видел, там насрало эффектов, там всяких разных было. Ну эти эффекты легко сделать, буквально там одну кнопку нажать. Вот поэтому за монтаж 2, история. Троечка. Сань, 3-4, а что там? Крит, 3-33. 3-3, хорошо. Бля, чат вообще жесткие, ребята. Чат хуерит однерку опять? Ну да. Чат хуерит опять однерку. Итак, предпоследнее. Всем привет, меня зовут Аня. Я бы хотела вам рассказать достаточно смешную историю, как нам казалось. Но события, которые произошли недавно, делают ее жуткой. Это произошло лет 5 назад, когда мы с моей подругой решили сходить на заброшку, пофотографироваться и что-то еще. Эта заброшка была ритуалкой, то есть в ней проводились ритуальные услуги. Когда мы пришли туда, мы увидели много надписей на стене. Но там была одна единственная, которая мне запомнилась надолго. Там было написано, здесь выкалывают глаза. Мы гуляли по этажам. Здесь выкалывают глаза. Много чего видели. И спустившись на первый этаж, зайдя за угол, мы увидели бабку, которая стоит возле плиты. Но позже просто пропадает. Мне стало слишком любопытно, и я подошла к месту, где стояла эта бабка. Но ничего не обнаружив, повернулась к своей подруге. Увидев лицо подруги, я взглядом спросила, что случилось. Она ответила, обернись. Из-за слишком сильного страха я убежала прочь, подруга за мной. Когда мы выбежали из-за бобытства, все-таки взяло вверх. И мы стали подглядывать из-за щелки, что же там происходит. И мы увидели бабку, которая просто ходит вокруг этой плиты. Позже она просто остановилась. И стала как будто прожигать нас по взглядам. И резко побежала. Мы рванули прочь. Эту историю мы должны были рассказывать двоему с Верой. И вставлять сюда фотографии. Но когда Вера прошла туда... Веру съела бабка. На ней выходила на связи более десяти часов. Ну, бля. Заброшка, бабка, плита. Аутентичненько. Качество. Качество. Трюшность. Трушность. Трушность. Как будто бы четыре, хочется сказать. Трушка, будто хочется сказать четыре, скажу три с половиной. Так. Леха, Саня. Качество. Два с половиной пусть будет. Два с половиной пусть будет. По освещению есть какое-то. То есть, ну, хоть немножко человек напрягся. А история? Ну, блядь, очередная троечка. Троечка. Так, Сань. Манечка, три-три. Три-три. Все, мужики, последний сториз. Сториз, блядь. На нас должно что-то удивить. Шесть минут нахуй. Небать шесть минут, нихуя себе. Похуй, давай. Давайте внимательно послушаем. Хоть одну, блядь. И меня зовут Калития. Я хочу рассказать вам... Я все слушал внимательно. ...сторию, по-моему, дачи. Начнем с того, что мы ее давно купили. Мы купили ее в конце лета 2019 года. Мы ее купили, и тут начался ремонт. Но, как бы, продлился он не очень долго, потому что у нас наступил карантин. 2020 год. Во время карантина мы были на даче. До карантина я сюда ездила, ну, может, раза два. Просто посмотрела, как выглядит эта дача. Все дела. Ничего странного в ней не было. У меня под окном было гнездо земляных ос. И они постоянно врезались мне в стекло. Я думала, странно, но ладно. Как бы, вообще, обычно они себя так не ведут. Плюс к тому, что непонятные осы. Пока мне было скучно, я исследовала дом на карантине. Тут был подвал. Непонятные осы, говорит. Обычно знакомые осы, нахуй, летают. А эти какие-то непонятные. Это земляные осы какие-то были. Ага. Спасибо, что вставил это видео. Ебать. Уздоравливай его. Так-то, блядь. А еще второй будет? Отставь в нос. Пока, если это было дом на карантине, я обнаружила странный подвал. То есть, внизу стоит камень, и рядом с ним такой лючок. И как обычно в нашем понимании, там баллы нормально можете спуститься. Блядь, ну, вообще тяжело слушать. Ну, как-нибудь, как-то, блядь... Ну, только на один экс, если. Не знаю, я на хеса смотрю, мне похуй. Мне тяжело было пролезть. Ну, я туда спустилась, и там было все, во-первых, паутины. То есть, да, там давно никто не был. Там висели какие-то очень странные сушеные букетики. Ну, опять же, странно, почему они висят в подвале, а не где-то на чердаке, где должно быть тепло. Ладно. Мы их выкинули и забыли вообще про это. Так, странных ситуаций, наверное, на карантине была еще... Когда мы обнаружили мертвую птицу, у нас тут в нормальном подвале, куда ведет лестница прямо из дома. Мы подумали, что может быть это кот. Вон, кстати, спит. Вон кот спит. Вон собака спит. Я думаю, что... Оценим, может? Что, собаку или кошку кого оценим? Ну, как бы тут уже вторая история пошла, если что. Это, как, получается, сборник историй, да. Тут еще странные ситуации у нас на карантине и так далее, и так далее. То есть ты хочешь сказать, ну, хочешь уже все, типа, оцените и... Ну, я полагаю, что да. Ну, я две двоечки даю. Две двоечки, да. Две двоечки, да. Оп-оп, и все. Две двоечки тоже дам. Ставки, как бы, ну, наверное, не совсем те, которые хотелось бы видеть. Сань. Три за то, что чихнуло. Так, Саша понравилось, что чихнуло. А вторая оценка? Ноль? Ну, что-то два, да. Два. Базар. Чат один. Пацан, ну вы вообще, а? Все истории на один оценили. Я думал, я думал, я думал, хест, тиран и деспот, нахуй, тут у нас. А, нет, ну, сейчас у меня пример взял. Вот так выглядит табличка финальная. Сейчас покажу, что все смогли посмотреть на стриме. Будь добр, потому что мы нихуя не видим. Вот так, говорит, выглядит табличка. Короче говоря, вот здесь можно посмотреть, кто у нас как сильно победил. У нас есть чуваки, которые с отрывом убежали. Вот 45 баллов, которые 5-7 поставили. Есть 42 балла вообще, есть 41 балл. Ну, так вот. Получается три места у нас. Первое, второе, третье. Пацаны, бля, спасибо большое, что пришли. Подожди, ты объясни, за первое место человек чего получил? За первое место 10 тысяч рублей. По-моему, за второе, третье я не говорил, что будет какой-то призовый фонд. А, или говорил 5, 3. Короче говоря, второе, третье место так или иначе тоже получишь что-нибудь. Стрим я еще продолжу, пацаны, вас спасибо. Спасибо.